Итак, приветствую вас, коллеги, и сегодня мы поговорим о таком понятии, как баг и фича. Что это такое, в чём отличие бага и фичи, и разберём примеры. И прежде чем начать, я хотел бы рассказать об истории возникновения бага. 9 сентября 1947 года учёные Гарвардского университета тестировали вычислительную машину, или попросту говоря, калькулятор. Вот так вот калькулятор выглядело раньше. Это не те современные калькуляторы, которыми мы привыкли пользоваться. Во время тестирования они нашли мотылька, застрявшего в этом калькуляторе. В тот момент, когда они нашли мотылька, Грейс Хоппер, известная женщина в мире IT, которая участвовала в тестировании, произнесла слово «баг». Теперь у вас английского будет «жук». И в итоге это и стало термином, обозначающим компьютерную машину. Хочется ещё пару слов сказать о Грейс Хоппер. Помимо того, что она, по сути, первая открыла тестирование, она первая разработала компилятор. Это специальная программа, которая преобразует текст программы, написанную на языке программирования, в вид, понятный компьютеру, в набор машинных кодов. Подробнее о компиляторе мы поговорим в уроках, связанных с автоматизацией тестирования. И 9 сентября теперь считается емкостерофика. Баг — это несоответствие фактического результата с ожидаемым, а фича — это функциональная возможность программы. Тут, в принципе, всё просто. Примеры багов — это, может быть, не работать обновление программы, не открываются сайты, разъезжаются верстки, разные орфографические ошибки, различные сообщения об эффектах. Когда мы тестировали нашу CRM на мастер-классе, мы нашли огромное количество различных багов. Далее я хотел бы поговорить о фичах. В Яндексе есть фича. Если набрать любой знак, к примеру, вирус, и нажать Enter, а потом удалить запрос, то появляются близкие к нему запросы. Вы можете проверить это сами. Теперь возьмём пример фичи из игровой индустрии. Кто-то из вас наверняка играл в игру с прокрафт, то вы помните такого персонажа у зергов, как Муталиск. И Муталиск начинал двигаться в сторону во время атаки, хотя изначально должен был сохранить неподвижность. В итоге разработчики Старкрафта признали эту недоработку фичей, так как Муталиск, будучи живым существом, смотрелся так более естественно. И в итоге баг превратился в фичу. Следующий пример я хотел бы привести и CRM, который мы все вместе тестировали на нашем онлайн-мастер-классе. И вы помните, что мы нашли в этой CRM большое количество багов, но помимо багов мы нашли различные улучшения. Мы нашли такое улучшение, что когда мы выберем какие-то фильтры, нам необходимо привести эти фильтры к изначальному состоянию. И самый лучший способ сделать это – это ссылка «Сбросить». По этой ссылке мы, соответственно, забрасываем все выбранные нами фильтры. Также мы решили, что хорошо было бы иметь поиск в нашей CRM, чтобы мы могли найти любого клиента по имени, по номеру телефона, возможно, или еще по какому-то признаку. И у нас появилось поле «Поиск». Также мы решили, что было бы неплохо удалять данного клиента, если он нам уже не нужен. И тогда мы сделали такое улучшение, как корзина. При наведении на клиента появляются корзины, при помощи которой мы можем удалить данного клиента. И все это, все эти улучшения – это, по сути, фичи. Это новые фичи, которые мы посчитали, что будут удобны для пользователя. Следующий пример я хотел бы привести в этой же программе. В этой программе существует много полей для поиска. И изначально по ТЗ поиск должен был работать таким образом. Пользователь вводит какое-то название в поиске, какое-то значение и нажимает Enter. После этого поиск начинает работать. Но по факту оказалось, что функционал работал не совсем по требованию, а работал он следующим образом. При вводе имени или какого-то значения в поиске, поиск начинал автоматически искать подходящие запросы. При этом не нужно было нажимать клавишу Enter. В итоге решили, что данная недоработка – это фича, потому что так для пользователей более удобно. Действительно, не нужно нажимать Enter, а сразу же. То есть поиск умный, мы пишем какое-то значение, и поиск нам тут же показывает результаты. Очень удобно для пользователей. И на самом деле с такими примерами вы будете сталкиваться неоднократно. Далее я специально вынес эту надпись в середину слайда, так как она очень важна. Очень часто вы будете сталкиваться с тем, что когда вы будете показывать разработчику какой-то баг, он вам будет говорить и доказывать, что это не баг, а это фича. Я с этим сталкиваюсь в своей работе почти что каждый день. Не верьте этому, не верьте тому, что говорят разработчики. Всегда старайтесь быть на стороне пользователя и думайте о том, а действительно ли это фича, а будет ли она полезна для пользователей. Если вы не согласны с разработчиком и считаете, что это баг, то обсуждайте с Project Manager и другими участниками команды.